Воскресенье Воскресенье И в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что руководит командой Игорь Никитин. Удастся ли ему засушить и Авангард? Давайте смотреть. Ну что ж, вот она центральная игра дня, Авангард, Локомотив, все внимание в Омск и внимать там было. Чему? Смотрим, как развиваются события в первом периоде, гости открывают счет усилиями Артура Каюмова, давненько Каюмов не забивал, 5 матчей, если быть точными, и вот здесь ворота Авангарда с пятака. Поражает Гернет и Шулунов у него в ассистентах, ну здесь, будем честны, во многом повезло Локомотиву, Рикошет, еще и Штанга, ну и Каюмов на пятаке в своем стиле образцово дорабатывает. Если в целом говорить про первый период, то, наверное, железнодорожники в нем смотрелись поактивнее, здесь пока смотрим за еще одним не самым опасным моментом, с которым справляется Проскуряков. Кстати, сухая серия Проскурякова перед этой игрой почти два полных матча насчитывала, 115 там с копейками минут у него было, но здесь его довольно быстро пробили. Тут потолкался Андронов, задев как раз Проскурякова по ловушке, но рвение Андронова понятно, у него маячит 100 шайб в КХЛ, 99 на данный момент, сотая ждет. Но мог забрасывать здесь и Лихачев, и вновь отмечаем Проскурякова, его форвард Локомотива не переигрывает, хотя делает все технично, но игра Проскурякова просто высший класс. Еще один момент в копилочку Локомотива, еще один момент в копилочку Локомотива, это уже выводит Телегина, и здесь просто в самый последний момент вот этот блок, который позволяет шайбе пролететь мимо ворот Авангарда. В общем, у Рамы Проскурякова было очень жарко, Авангард стал пристреливаться ближе к концу периода, здесь доряжает Шулок, кстати, было подставление, но тут здорово играет Исаев. А вот во втором периоде игра перевернулась просто с ног на голову. Начинался этот игровой отрезок с большинства Авангарда, который за штраф Тисанова еще остался с первого периода, и здесь вот такой потрясающий момент в большинстве амичи создают. Серия неловких, каких-то неудачных рикошетов, здорово играет Исаев, а вот дальше потом, там ведь Береглазов этот бросок вытащил и буквально спас, прям натуральный Локомотив. Здесь уже Исаев справляется без полевых игроков, подтаскивает сам еще один момент в копилочку Авангарда, ну и вообще по ходу второго периода вы явно заметите, что игра перевернулась в пользу амичей. Но моменты были, не было пока голов, и Авангард решил, все, хватит с нас не забивать, давайте-ка уже будем шайбу отправлять туда под чужие ворота. И с этим потрясающе справился Денис Венгрыжановский, причем посмотрите, какое подправление после передачи Киселевича. Причем Киселевич радовался так, будто забил он очень ярко, а Венгрыжановский, который вот такую красоту сотворил, себе между ног подставив эту шайбу, смотрите, кто радуется. Радуется Киселевич, а не Венгрыжановский, как будто он такие каждый день кладет. Ну что ж, 1-1, едем дальше, и моменты Омска продолжаются, здесь еще одно подставление на пятаке, но на сей раз уже Исаев играет здорово. Здесь вообще как бы за спину себе, посмотрите, потрясающий Михайлов сыграл, но и Исаев, это более безопасный момент для него, скажем так, был. Про Проскурякова и вообще про ворота Авангарда вспомнили, когда сам Проскуряков этого захотел, вот здесь чуть-чуть напортачил ворота Авангарда, но обошлось. Это мы уже приблизились к середине второго периода, а это дело ближе к концу. Здесь еще один из немногих моментов Локомотива по второй 20 минутке. В целом Авангард и перебросал, и по моментам также превзошел Гераславль. Ну а дальше было большинство Рушандрафиков удалился, и большинство Авангарда заработало на полную мощь. Смотрим за розыгрышем. Передача не получилась, но дальше просто смотрите, что делает Райан Спундер. Пьянов потом в короткий подыгрыш, Буше бросает как на разминке, как на тренировке. Здесь с Рикошетом повезло, и ну просто гляньте, что Спундер делает. Это не хоккей, это какой-то бразильский футбол, Джога Бонита какая-то в исполнении Авангарда. Роскошная шайба Рида Буше. Счет становится 2-1. Буше, кстати, тоже не празднует, при том, что набирает очки вообще 5 матч подряд уже. Авангард повел, но на этом период вовсе не закончился. Это только-только пристреливались, и вот залетает такая от синей линии. Либор Шулак забрасывает 3-1. Причем здесь, ну, откровенно повезло Авангарду, и не повезло Рушану Рафикову, которому в лицо эта шайба прилетела. И дальше, после вот такого неприятнейшего Рикошета, уже за спину Исаеву. Игумнов Холодилен здесь в ассистентах, бросок Шулака. Ну и это боль. Это боль не только для Рафикова, но и в целом для Локомотива. Три за период-то пропустить, шутка ли? Хваленая оборона Локомотива откровенно дала сбой во вторые 20 минут, но игра еще не закончена. Был перерыв, раздевалка, временно подумать. Локомотив вышел на третий период, а второй для них как будто и не закончился, потому что было большинство, и Авангард нарисовал вот такую красоту. Владимир Ткачев, Буше Шеребзянов у него в ассистентах, не верят болельщики Авангарда, и вот такой прекрасный подарок Ткачев себе делает на 400-й матч в континентальной хоккейной лиге. И, кстати, в целом Владимир набирает результативные баллы в пятой игре подряд, так же, как и Буше. 4-1 для Локомотива все становится довольно грустновато, при том, что игра не думает переламываться в их сторону вообще. Авангард продолжает давить, пожалуйста, здесь еще момент пьяного. Хороший форчек устроили в чужой зоне, подтащил Исаев. Ну и в целом, как вы видите, моменты, моменты, моменты только у Авангарда. Когда мы в последний раз вообще вспоминали про Локомотив, пока не Калишин бросает, здорово играет опять же Исаев. Про Локомотив мы в последний раз вспоминали, ну, где-то во втором периоде, когда вот чуть-чуть напортачил Проскуряков. Вот был неплохой момент в большинстве, ну и в целом, игра в большинстве должна была какие-то дивиденды Лока, наверное, принести и должна была стать каким-то ключевым фактором к тому, чтобы Локомотив все-таки заиграл впереди, но не произошло и этого. А про Скуряков, ну, посмотрите, что делает. Просто куражится ветеран, просто человек играет себе в кайф. Даже равновесие потерял, лежит, все как, вот действительно, как на тренировке забирает, как будто в каком-то челлендже участвует. Не знаю, с чем хотите, сравнивайте. Подчищали за Проскуряковым, в том числе и свои. Здесь смотрим за спасением Шеребзянова и вспоминаем спасение Береглазова. Так что полевые игроки-защитники постарались у нас не хуже, чем вратари в этой встрече. Ну, а вообще, если так на третий период взглянуть, да, Локомотив перебросал Авангард, но толку мало. 4-1, а мечи дома. Ну и, наконец-то, Авангард победил не кризисного соперника, команду Авангард. Ой, команду, извиняюсь, извиняюсь. Уже заговариваюсь. Заговариваюсь. Команду Локомотив. В Уфе Ясалават Юлаев принимал Минское Динамо и тоже выдал очень-очень любопытную встречу. Начнем с того, что первый гол пришел к нам, когда не прошло еще и двух минут со старта матча. Вячеслав Лещенко сыграл вот в такой своеобразный пинбол с минскими воротами. Здесь, во-первых, отметим роскошную передачу Шмелева, а дальше бросок, плечо, штанга, конек и только-только потом шайбочка заползает за линию. Вообще, стоит отметить, что ворота Минского Динамо в этом матче защищал молодой Егор Вильмакин. И, как видите, после вот первой, отчасти, курьезной шайбы, дальше Вильмакин в игру вошел. Здесь потащил очень-очень здорово. Так что вот так квартально молодого вратаря бросает, ну, если не на амбразуру, то, по крайней мере, на очень-очень серьезную проверку. Здесь возник еще один момент, и вновь Вильмакин героем эпизода становится. Один бросок парировал, и дальше справился еще и, ну, фактически, с двумя добиваниями. За вторым все-таки Хэмилтон подчистил. Но, тем не менее, работы-то было очень-очень много, и, как видите, Вильмакин с ней во многом справляется качественно. Но вот помогали ему, откровенно говоря, слабовато, особенно в первой половине первого периода. Салават убегает в быструю контратаку, и Егор Сучков после роскошной вот такой передачи Гуськова, и Тимкина, кстати, который в этой шайбе тоже поучаствовал, делает счет 2-0. Вообще, Матвея Гуськова поздравим, у него сотый матч в континентальной хоккейной лиге, между прочим. А Вильмакин пока посмотрите, что продолжает творить. Идем во второй период. Казалось бы, игра целиком и полностью в руках хозяев, в руках Салавата Юлаева, но, пожалуйста, в меньшинстве, не было бы счастья, да несчастье помогло, удаление Сэма Эннесса, контратака основена на Горбунова, и тот, пожалуйста, делает счет 2-1. И казалось, что игра-то начинает переворачиваться, потому что после этой шайбы Минск надавил, и во втором периоде, и закончил свое дело в третьем. 2-2, Ник Меркли, после вот такого прострела Волкова, замыкает эту шайбу туда. Дальше, здесь, ну, его и сам Волков же, да, был на пятаке, ему этот пас засчитали. Ну, и давайте еще разок посмотрим. Меркли вроде как и окружен, но не сломлен. Засунул клюшку, и это 2-2. Вот вам и камбэк. Но Уфа поняла, что как-то запахло жареным, что это мы всю игру вели, всю игру контролировали, и сейчас будем проигрывать. И подумал так Сергей Шмелев, и вот здесь его бросок, неспроста нам Дмитрия Квартального показывают, потому что, ну, не знаю, можно ли сказать, что это Вельмакина шайба, или нет. Тут пусть каждый решает сам для себя. Ефремов и Шаров у него в ассистентах, ну, а Сергей Шмелев выводит Салават вперед. Вот так, когда запахло жареным, опытный Шмелев этот результативный бросок и нанес. Вообще даже немного обидно за Вельмакина, потому что вы видели, что очень много он потащил, и в целом за этот матч Салават нанес 29 бросков. Так что работы у Вельмакина было очень-очень много, учитывая все вот эти вот длинные затяжные атаки с несколькими бросками в каждом из нападений. Так что Вельмакину в любом случае, как мне кажется, оценка удовлетворительная как минимум, возможно, даже и хорошая за эту встречу, но ошибки, ошибки бывают у всех. В концовке Квартально снял вратаря, и это Минску не помогло. В пустые ворота улетели, и Евгений Тимкин с передачи Хмелевский и Кулемина вот здесь поражает пустую раму. Итого 4-2 Салават все-таки дожал Минская Динамо. Игровой день начинался в Астане, где Борис принимал магнитку, и эта игра, во-первых, стала настоящим спектаклем, а во-вторых, стала матчем юбилеев. Но давайте обо всем по порядку. Борис открыл счет ближе к концовке первого периода, сделал это мастер кистевого броска Райли Барбер, пробив на боку в этой ситуации, вот здесь посмотрим, с ползоны, с таким нахлестом рикошетом, но все-таки шайба в сетку зашла. 1-0, дальше идем во второй период, и вот он первый юбилей. Борис реализует большинство, делает это их капитан Роман Старченко, а это значит 400-е очко в континентальной хоккейной лиге. 2-0, роскошный бросок в ближнюю девятку. Но игра с момента второй шайбы Бориса только-только начала разогреваться. Ответное большинство Металлурга, посмотрите, что делает Зернов, всех накручивает, переводит, и Данила Юров в ближний Шутова пробивает. Магнитка своим голом в большинстве отвечает на шайбу Старченко, Зернова отмечаем, и Гребенкин здесь тоже в ассистентах. А дальше игра стала потихонечку переламываться в сторону гостей. Моментов у ворот Шутова становило все больше и больше. Здесь, пожалуйста, отличный шанс Михайлиса, бывшего игрока Бориса, кстати. Но он свое слово здесь еще скажет. Но давайте смотреть, что было дальше. Примерно 5 минут до конца второго периода. Порядка 10 прошло с шайбы Юрова. Ошибка Бориса в своей зоне. И, пожалуйста, роскошный бросок Никиты Гребенкина. Здесь обошлось без ассистентов. Здорово подловили. Хороший прессинг, неудачная игра в своей зоне. И Гребенкин с ползоны, прям под перекладину, эту шайбу укладывает. Вот, пожалуй, лучший ракурс. Счет стал 2-2. А дальше и минуты не прошло. 30 секунд. Еле-еле только у нас минули. И вот он как раз. Никита Михайлес забрасывает своей бывшей команде. Но важно не только это, а кто у него в ассистентах. А это Егор Яковлев. А это значит второй юбилей. 200-е очко Яковлева в континентальной хоккейной лиге. Ну что, Магнитка закамбэчила. Но закамбэчила ли счет 3-2. И Старченко, посмотрите, какую подкидку Анна Червена отдает. Просто роскошная, зовущая передача, которая так и манит и говорит, забей, замкни. Ну, Червена этому, естественно, поддается. Борис не проиграл в основное время. Так что, считайте, камбэк Магнитке именно в 60 минут не удался. Счет 3-3. Идем в овертайм. А дальше Денис Зернов. И это не просто победная шайба в овертайме. А это третий юбилей. Сотый гол Зернова в КХЛ. И вот такой важный, победный, в самый нужный и решающий момент. В общем, как вы видите, мы вас не обманули. И Борис с Магниткой действительно устроили спектакль. 4-3 в гостях в овертайме Магнитогорск. В Екатеринбурге автомобилист принимал Витязь. И это встреча легкой прогулкой. Не стало. В первом периоде мы заброшенных шайб не увидели. А во втором, ближе к середине, Витязь реализовал большинство. И сделал это Дерек Барак. Прервав, таким образом, сухую серию Владимира Галкина. Которая перед этим матчем насчитывала порядка 107 минут. И здесь почти 30. Галкин держался сухим. Так что, итого, 137. Неплохое достижение. Екатеринбург заиграл только в третьем периоде. Также, ответив своим голом в большинстве, сделал это Брукс Мэйсик. Для него, кстати, это седьмой матч подряд с наборными очками. Из этих 7 матчей 6 голов. Ну вот пока на данный момент. Так что, после своего юбилейного сотового гола, Мэйсик ход не сбавляет. Раззабивался. Легионер автомобилиста. Но, видите, умудрился еще разок выйти вперед. Это Игорь Угольников за 3 с копейками пробивает Галкина. Савчик у него в ассистентах. Ну, еще раз оцените. Кистевой над плечом с рикошетом от Перекладины. Общим, класс. А дальше концовка. Удаление молодого Никита Алмазова. Пустые ворота. 6 на 4. Бросает до Коста. И Анатолий. Гол, 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 гол. Анатолий Шеф сравнивает счет за 25 секунд до конца основного времени. Обидно за Витязь. Обидно за Максима дорожка. Но это хоккей. В него играют 60 минут. Как минимум в основное время. Ну, а дальше идем в овертайм. Где героем становится снова он, снова Брукс. Мэйсик. Дубль Мэйсика. Итого 3-2. Автомобилист все-таки дожимает. Хотя Витязь, конечно, был очень и очень близок. Но, возможно, где-то не повезло, не фортануло. Но и мастерство Мэйсика, конечно, роскошь. Ну и пас Севастьянова. Отметим. В общем, автомобилист дожал в овертайме. 3-2. Ну и хватит на сегодня. Все-таки воскресенье это про лень. Тем более, завтра нам всем понадобится много сил. В календаре сразу 6 матчей. А один из них и вовсе торпеда Северсталь. Тут надо быть готовым. Так что на этом мы и откланиваемся. Это был скользкий лед на кинопоиске. Завтра повторим. До встречи.